блеск и нищета российской авиации или на показухах у нас все лучше всех а как на деле так все сделано из говна и палок вот и закончился российский авиасалон макс 2021 авиасалон проведенный в разгар пандемии когда другие страны отказываются от подобных мероприятий можно долго слушать о принятых антиковидных мерах но всем ясно что власти будут тщательно увиливать от всех вопросов о возможном росте заражаемости среди участников впрочем ситуация с коронавирусом в россии такова что эти цифры растворятся в маскируемых данных о третьей волне но оставим это на совести организаторов на авиасалоне было представлено немало занятных новинок на которые действительно интересно посмотреть на авиасалонах редко происходит премьеры новых машин но макс 2021 смог удивить представив новейший картонный макет легкого истребителя показанный образец заявляется разработчиками как почти прототип они якобы макет хотя что такое почти прототип они так и не объяснили а прочие представленные образцы авиационной техники были известны до макс 2021 например мс-21 310 среднемагистральный российский пассажирский самолет заявленный как конкурент airbus и boeing заявленные характеристики как для россии смотрятся весьма фантастическими хорошая аэродинамика большой салон повышенной комфортности неплохие топливные характеристики на авиасалоне было впервые представлена опытная версия с российскими двигателями по d14 потенциальным покупателям будет предложен выбор между американскими и российскими двигателями впрочем много потенциальных покупателей ждать не стоит очевидно что мс-21 станет конкурентом airbus и boeing в первую очередь только лишь в самой россии и не километром дальше так что не раскатывайте губу тем более с учетом российских особенностей обслуживания самолетов и распространенности в мире конкурентных моделей airbus и boeing ms-21 310 не получит ощутимой доли международного рынка российское руководство сделало себе дорогую игрушку чтобы можно было хвалиться что мы тоже можем делать самолеты хвалиться придется перед самими собой похожее назначение имеет ил-114 300 машины подобного класса нужны в россии для внутренних линий ан-24 катастрофически устарел во всех отношениях ил-114 300 должен стать альтернативой иномаркам перспективы на внешних рынках у него примерно как у мс-21 отдельной искрометности новейшему ил-114 добавляет то что самолет был полностью создан и испытан еще в ссср в дни авиасалона много говорили про лмс 901 байкал который должен заменить тотально устаревший ан-2 на местных авиалиниях самолеты вроде лмс 901 ярчайше характеризует особенность российского авиапрома который умудряется делать хотя и кривые но реактивные истребители но при этом не способен сделать конкурентоспособный маленький самолетик сейчас пытаются сделать для этой машины отечественную авианику и двигатель которые позволили бы запустить крупно-серийное производство россии с ее дорожной инфраструктурой точнее с ее отсутствием подобные самолеты нужны по зарез до крайности российским космическим силам нужен и малый военный транспортник на замену ан-26 таковым должен стать представленный на авиасалоне ил-112 в в россии очень любят слова что мол у нас хорошо летают красивые машины но на самом деле ил-112 в откровенно уродлив и полетел он строго в соответствии с российскими поверьями в первый раз ил-112 в взлетел в начале 2019 года после чего обнаружилось что прототип вышел настолько тяжелым что не способен перевозить даже половину заявленной при проектировании полезной нагрузки два года происходило так называемая доработка машины насколько она проблемная в настоящий момент не ясно реальная эксплуатация должна показать способен ли ил-112 в перевозить заявленный 5 тонн груза заметной новинкой авиасалона заявили новейший транспортно-боевой вертолет ми-8 мт швн букв название уже стало больше чем было на старте составе оборудования происходит примерно то же самое из когда-то дешевого транспортного вертолета сегодняшний ми-8 превратился в солянку для вертолета заявляется разнообразный арсенал оружия включающий управляемые ракеты и повышенное бронирование модернизированными 8 называют летающей боевой машиной десанта забывая что в россии уже есть одна такая летающая бмп ми-24 который таскает к кучу оружия и оборудования еще и вечно пустой десантный отсек в россии есть очень странная тенденция пытаться делать вертолеты которые могут сразу все не понимая что задача у транспортника и штурмовика это совершенно разные вещи также на авиасалоне было раздолье разного рода беспилотников главными среди которых были охотник и иноходец при неплохих официальных цифрах ттх все эти прелести практически почему-то отсутствуют в реальных путинских войсках однако помимо дорогой показухи официальных шоу есть и реальность будней в сентябре 2020 года в сми прошумела новость что российский истребитель был сбит другим российским истребителем во время тренировочного полета тогда в хотилово отрабатывался учебный бой между су-30 м2 и су-35 с как заявили источники су-35 с был после боевого дежурства и отправился на отработку учебного воздушного боя без ракет но с боекомплектом пушки в ходе тренировки пилот су-35 с думал что выполняет фотострельбу но по факту дал залп из встроенной пушки и снес коллеги часть хвостового оперения стоит заметить что данный эпизод выделяется из обычных дружественных открытий огня как правило friendly fire происходит на войне из-за ошибок идентификации своих гораздо реже это случается в мирное время как правило это тоже ошибки идентификации или сбои техники периодически случается ситуация когда вернувшийся после тренировочного вылета самолет или вертолет может стрельнуть остатками боекомплекта во время отключения систем как правило это происходит из-за ошибок персонала в данном же эпизоде су-35s и су-30 м2 открытие огня не предполагалось в принципе кучи процедур дублировали друг друга но ничего не помогло в обсуждениях на авиафорумах было обнаружено немало моментов тотального разгильдяйства приведших к потере самолета оказывается для проведения учебного боя должно быть выполнено сразу несколько условий пушка должна была быть разрежена и поставлена на предохранитель однако как правило пушку вдобавок обесточивают на земле отключая соответствующие кабели все это делается несколькими контролирующими друг друга специалистами мало того пилот в кабине зная что на земле ребята не блещут перед нажатием на гашетку должен вначале сделать выстрел в сторону от реального самолета чтобы убедиться что пушка действительно разрежена все эти меры безопасности были успешно преодолены так вот в то время когда в подмосковье гремел макс 2021 данная история получила продолжение оказалось что в авиаинциденте был признан виновным исключительно пилот су-35s поэтому пилоту грозит до семи лет тюрьмы и компенсации ущерба в размере миллиарда 143 миллионов 709 тысяч 91 рубля на форумах уже заметили что подобного рода вещей хватает и пилотам уже начинают предъявлять за бомбы попавшие мимо цели авиатусовка мрачно шутит что скоро боевые самолеты будут брать в ипотеку эпизод свиной пилота сушки очень характерен для российской военной среды на показухах все лучше всех но в кабинах сидят люди которые боятся сделать лишние движения несут ответственность абсолютно за все причем вина может спихиваться самыми неожиданными образами а козлом отпущения может стать каждый на что способна армия с такими запуганными военнослужащими вопрос риторический пост скриптом и вообще в современной путинской россии фраза пилите шура приобрела новый смысл и надо сказать пилит просто фантастически самолетов пока еще нет но сейчас много контор набирает так называемых спецов на громадные зарплаты тот кто в пути ских не и ничего не делая получал 30 тысяч в новоявленных конторах от так называемой авиации получает уже 120 тысяч и они надо сказать о таком даже и не мечтали а работа все та же переписывать и перекладывать бумажки больше такие спецы ничего не умеют а сколько там получают начальники этих так называемых спецов уму непостижимо и это начальство бутафорных контор беспрерывно летают в какие-то там командировки а также сплошные совещания и заседания в общем худшая версия пустопорожней совковой активности одним словом распил идет полным ходом